Алина Морозова Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд И руки, особенно тонкие колени, обнял Послушай, далеко-далеко на озере Чад Изысканно бродит жираф Ему грациозная стройность и негода на И шкуру его украшает волшебный зор С которым равняться осмелится только луна Дробясь и качаясь на влаге широких озер Вдали он подобен цветным парусам корабля И бег его плавен, как радостный птичий полет Я знаю, что много чудесного видит земля Когда на закате он прячется в мраморный грот Я знаю веселые сказки таинственных стран Про черную деву, про страсть молодого вождя Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя И как я тебе расскажу про тропический сад Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав Ты плачешь, послушай, далеко на озере Чад Изысканно бродит жираф Замечательное произведение Приглашаю на сцену Мирославу Коркину Николая Некрасов Баба-яга, костяная нога А-та-та, да-ту-ту, как в нашем высвету Диво разные творятся В чугунах змеи варятся Леший ходит по лесам Не дает покоя нам Ведьмы ездят на ухвате Черти скачут на лопате От рассвета до зари Бой ведут богатыри И обычной чередой Все проходит под луну А-та-та, да-ту-ту Сказку дальше поведу Как опомнился Булат Так он стал сердечно рад Что с Егою повстречался Наконец-то я добрался Я задам тебе трезвону Будет свет дрожать от стону Так тебя преклачу Он подумал и к мечу устремился А колтунья Знать, она была болтунья Безумолку говорит В чем-то все его корит И его о чем-то просит Туда Булат свой меч заносит По ваще колдунья бьет Меч колдунью не берет Ха-ха-ха, да хи-хи-хи И пустилась в смехи Ты меня не уничтожишь А себя лишь растревозишь Лучше нужде покорись И на мне Булат жени Я хотя и некрасива Но зато и в мире ем Не найдешь такой другой Очарованно тобой Ах, не будь моим тираном И к моим сердечным ранам Сострадание имей Тут она еще глупее Посмотрела на Булата Даром мне тебя не надо Что ты, старая яга Жизнь мне, что ли, недорога Убирайся к черту в гости Да прибей его со злости Скучно жить мне одинокой Покорись судьбе жестокой Эй, послушай, покорись Поскорее на мне женись Я не вечно и безобразна Я бываю и прекрасна Есть в году такие дни Но ступают ушами Буду лучше рядиться Друмяниться, белиться Так поверь заворожу И к себе приворожу Спасибо, Мира Очень классная Баба Яга А мы приглашаем Следующего участника Арины Калахметова Даниил Хармс О том, как старушка Чернила покупала На Кособокой улице В доме номер 17 Жила одна старушка Когда-то жила она Вместе со своим мужем И был у нее сын Но сын вырос большой И уехал А муж умер И старушка осталась одна Жила она тихо и мирно Чаек попивала Сыну письма посылала А больше ничего не делала Люди же говорили про старушку Что она с луны свалилась Выйдет старушка Другой раз летом на двор Посмотрит вокруг И скажет Ах ты, батюшки Куда же это снег делся А соседи засмеются И кричат ей Но видано или дело Чтобы снег летом На земле лежал Ты что, бабка С луны свалилась, что ли Или пойдет старушка В керосинную лавку И спросит Почем у вас Рацутские булки Приказчики смеются Да что вы, гражданка Откуда же у нас Французские булки С луны вы, что ли, свалились Ведь вот какая была старушка Была раз погода хорошая Солнечная На небе не облачко На кособокой улице Пыль поднялась Вышли дворники улицу поливать Из брезентовых кишок С медными наконечниками Из ворот семнадцатого дома Вышла старушка В руках у нее сотик С большой блестящей ручкой А на голове шляпка С черными блестками Скажите, кричит она дворнику Где чернила продаются? Что, кричит дворник? Старушка ближе Чернила кричит Сторонись, кричит дворник Пуская струю воды Старушка влево И струя влево Старушка скорее вправо И струя за ней Ты что, кричит дворник Слышно не свалилась Видишь, я улицу поливаю Старушка трюкозонтика Бахнула И дальше пошла Пришла старушка на рынок Смотрит, стоит какой-то парень И продает судака Большого и сочного Длиной с руку Толщиной с ногу Во, говорит Зарупят дам Нет, говорит старушка Мне чернила нужны А парень ей и договорить не дал Берите, говорит Недорого прошу Нет, говорит старушка Мне чернила нужны А тот опять Берите, говорит В рыбе пять с половиной футов весу И как бы от усталости взял рыбу в другую руку Нет, сказала старушка Мне чернила нужны Наконец-то парень расслышал Что говорила ему старушка Чернила Ой Так, наконец-то парень расслышал Что говорила ему старушка Чернила Переспросила Да, чернила 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 А рыбе не нужно Нет Значит, чернила Да Да вы что, с луной свалили, что ли Сказал парень Значит, нет у вас чернил Сказала старушка И дальше пошла Мясо порное, пожалуйста Кричит старушке здоровенный мясник А сам ножом печенки кромсает Нет ли у вас чернил Спросила старушка Чернила Заревел мясник Таща с задугу сведую тушу Старушка Скорее подальше От мясника Уж более Утолстый Да свирепый А ей уж Торговка Кричит Сюда Пожалуйте Пожалуйте Сюда Старушка Подошла К ее ларьку И очки надела А торговка улыбается И протягивает ей батку С черносливами Пожалуйте Говорит Таких нигде не найдете Старушка взяла Батку с ягодовой Повертела ее в руках И обратно положила Мне чернила нужны А не ягоды Говорит она Какие чернила Красные или черные Спросила торговка Черные Говорит старушка Черных нет Говорит торговка Утогда красные Говорит старушка И красных нет Сказала торговка Прощайте Сказала старушка И пошла Какой же все-таки Хармс удивительный Так пишет Что хочется спросить Что же было дальше Да пиши Пожалуйста Где же она нашла Чернила Или нет И для чего Они были ей нужны Следующий участник Полина Короткова Евгений Чарушин Приятель Один человек Его звали Иван Федорович Пошел в гости К своему приятелю Пришел в квартиру Разделся И стучится в комнату А дверь заперта Тогда Иван Федорович Спрашивает через дверь Сеня Ты дома? А ему из комнаты Хриплый Незнакомый Голос отвечает Дома Дома Ну и голосок же у тебя Ты разве простудился? Простудился Простудился Ну Открывай же скорее дверь Открывай 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 Да как открывать Если дверь Заперта 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 Да ты что на самом деле Я к тебе в гости перешел А ты не пускаешь Дурака валяешь Разве это хорошо? Хорошо Хорошо Ну Я вижу что ты просто Дурак Говорит Иван Федорович Махнул рукой Галошин одевает Пальто снимает С вешалки в коридоре Оделся Пошел А из комнаты В догонку голос То басом То тоненько На разные лады Кричит Дурак 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 Вдруг Входные двери Открываются И в квартиру Входит Сеня Приятель К которому Пришел Иван Федорович Вот так штука Удивился Иван Федорович А кто же В твоей комнате Со мной Разговаривал Да это Мой Попугай Отвечает ему Приятель Я недавно Попку купил Очень смешное Произведение Следующий участник Таисия Григорьева Сопроизведением Николая Гумилева Волшебная скрипка Милый мальчик Ты так весел Так светла Твоя улыбка Не проси Об этом счастье Отравляющей Миры Ты не знаешь Ты не знаешь Что такое Эта скрипка Что такое Темный ужас Начинателя игры Тот Кто взял ее Однажды В повелительные руки У того Исчез на веки Безмятежный Свет очит Духи ада Любят слушать Эти царственные звуки Бродят бешеные волки По дороге скрипачей Надо вечно петь И плакать Этим струном Звонким струном Вечно должен биться Виться Обезумевшись мычок И под солнцем И под вьюгой Под белейшим буруном И когда пылает запад И когда горит восток Ты устанешь И замедлишь И на миг Прервется пенье И уж ты не сможешь Крикнуть Шевельнуться И вздохнуть Тотчас бешеные волки В кровожатом Иступлении В горло Вцепят и зубами Встанут лапами На грудь Ты поймешь тогда Как злобно Насмеялось Все Что пела В очи глянет Запоздалый Повластительный испуг И тоскливый Смертный холод Обобьет Как тканью тело И невеста Зарыдает И задумается Друг Мальчик Дальше Здесь не встретишь Ни веселья Ни сокровищ Но я вижу Ты смеешься Эти взоры Два луча На Влади волшебной скрипкой Посмотри в глаза чудовище И погибни Славной смертью Страшной смертью Скрипача Следующий участник Борис Гашкин Агния Барто Я лежу Болею Я лежу Болею Сам себя Жалею Повздыхаю На спине Снова На бок Лягу Не идут Друзья Ко мне Навестить Беднягу Я лежу Болею Сам себя Жалею Где Товарищи Мои Как Проводят Лето Без меня Ведут Бои На футболе Где-то Я лежу Болею Сам себя Жалею Жду Когда в конце Концов Распахнутся Двери И ворвутся Шесть Мальцов Пять По крайней Мере Но в квартире Тишина Вдруг Глаза С просонком Вдруг Я вижу Вот Тишина Ходят Пять Девчонок Пять Девчонок Сели в ряд В моей Кровати Ну довольна Говорят Поблял И хватит Песни Знаешь Или нет Будешь Запивалой Я Киваю Им В ответ Что Своем Пожалуй Танька Тонкий Голосок Хвостик На затылке Говорит А это Сок Для тебя В бутылке Чудеса Мальчишек Жду А пришли Девчата Я же с ними Не в ладу Воевал Когда-то Я Лежу Болею Сам Себя Жалею Как С девчонками Свои Сразу Веселею Сразу Вспомнил Про Артема Сегодня Вместе С нами На сцене Должен Был Быть Еще Один Ведущий Артем Но Он Приболел Давайте Ему Аплодисментами Теплыми Пожелаем Выздоровления Скорейшего Спасибо Ксения Карева Первая Любовь Агния Барто Каждый Может Догадаться Антонина Влюблена Ну и что ж Ей скоро Двадцать А на улице Весна Только Звякнет Телефон Тоня Шепчет Это Он Стал Ласковый И кроткий Ходит Легкую Походкой По утрам Поет Как птица Вдруг И младшая Сестрица Просыпается Чуть Свет Говорит Пора Влюбиться Мне Почти Тринадцать Лет И Наташа На уроке Оглядела Всех Ребят Юрка Слишком Толстощекий Петя Роста Малова Вот Алеша Славный Малый Я влюблюсь Него Пожалуй Повторяет Класс По карте Где Иртыш Где Инисей А влюбленная На парте Нежно Шепчет Алексей Алексей Алекс смотрит Огорченно Что Ей Нужно От Меня Всем Известно Что Девчонок Он Боится Как Огня Он Понять Ее Не в силах То Она Глаза Скосила То Резинку Попросила То Она Вздыхает Тяжко То Зачем То Промокашку Подает Ему Любя Алик Вышел Из себя Поступил Он С ней Жестоко Отлупил После Урока Так Вот С первого Свидания Начинаются Страданья Спасибо, Ксюша Точно Первая любовь Всегда Запоминается А мы Приглашаем Следующего Участника Анна Акимова Николай Гумилев Крыса Страгивает Огонек Лампадки В полутемной Детской Тихо Жутко В кружевной И розовой Кроватке Притаилась Робкая Малютка Что там Будто Кашель Домового Он Живет Там Маленький И лыс Корее Из-за Шкафа Плотяного Медленно Выходит Злая Крыса В красноватом Отблеске Лампадки Пободя Колючими Усами Смотрит Есть ли Девочка В кроватке Девочка С огромными Глазами Мама Мама Но у мамы Гости В кухне Хохот Няня Василиса И горят От радости И злости Будто В уголечке Класски Крыс Страшно Ждать Но Встать Еще Страшнее Где он Где он Ангел Светлокрылый Милый Ангел Приходи Скорее Сощити От крысы И помимо Следующий Участник Александра Суворова Даниил Хармс Бульдог И таксик Над косточкой Сидит Бульдог Привязанный К столбу Подходит Таксик Маленький Морщинками На лбу Послушайте Бульдог Бульдог Сказал Незваный гость Позвольте мне Бульдог Бульдог Докушать Эту кость Рычит Бульдог Над таксика Не дам Вам Ничего Бежит Бульдог За таксику А таксик От него Бегут они Вокруг столба Как лев Бульдог Рычит И цепь Стучит Вокруг столба Вокруг столба Стучит Теперь Бульдогу Косточку Не взять Уже никак А таксик Взявшую косточку Сказал Бульдогу Так Пара мне На свидание Уж восемь Без пяти Как поздно До свидания Сидите На цепи Аплодисменты Вероника Сыщикова Даниил Хармс Врун Вы знаете, что у Это просто ерунда А вы знаете, что Со А вы знаете, что Ба А вы знаете, что Ки Что собаки Пусто Лайки Научились Летать Научились точно Птицы Не как звери Не как рыбы Точно ястребы Летать Ну-ну-ну-ну Врешь-врешь-врешь-врешь Ну как звери Ну как рыбы Ну еще туда-сюда А как ястребы Как птицы Это просто ерунда А вы знаете, что На А вы знаете, что Не А вы знаете, что БЕ Что на небе Вместо солнца Скоро будет Колесо Скоро будет Золотое Не тарелка Не лепешка А большое колесо, ну-ну-ну, врёшь, 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 врёшь. Ну тарелка, ну лепёшка, ну ещё туда-сюда. А уж если колесо, это просто ерунда. А вы знаете, что под, а вы знаете, что мо, А вы знаете, что рэм, что под морем, океаном, Часовой стоит с ружьём. Ну-ну-ну-ну, врёшь, 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 врёшь. Ну с дубинкой, ну с метёлкой, ну ещё туда-сюда. А с заряженным ружьём, это просто ерунда. А вы знаете, что до, а вы знаете, что но. А вы знаете, что са, что до носа ни руками, ни ногами не достать, Что до носа ни руками, ни ногами не доехать, ни допрыгать, Что до носа не достать. Ну-ну-ну-ну, врёшь, 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 врёшь. Ну доехать, ну допрыгать, ну ещё туда-сюда. А достать его руками, это просто ерунда. Спасибо. Следующего автора написано «А. Аверченко». И я спрашиваю у Амиры «Андрей?» Она такая «Аркадий». В середине произведения я такой думаю «Так, Андрей? Или как же там? Как же она сказала?» И я такой «Андрей? А, нет, я говорю Алексей? Аркадий». Как здорово, что рядом есть Амир и Станислав. Давайте им поаплодируем. Спасибо, что они все знают. Итак, Аркадий Аверченко «Дети», а исполнит Матвей Сидоренко. Я очень люблю детишек. И без ложной скромности могу сказать, что они любят меня. Однажды я нашел настоящий путь к детскому сердцу. Да так основательно, что потом и сам был не рад. Я гостил в умении своего друга, обладателя жены и трех благонравных мальчиков от 8 до 11 лет. В один превосходный летний день друг мой сказал мне «Миленький, сегодня с женой уеду дня на три. Ничего, что мы оставим у тебя одного?» Я добродушно ответил. И у меня есть еще одна просьба. Присмотри за детишками. Были призваны детям. Три благонравных мальчика в матросских курточках и желтых сапожках. «Вот, дети», — сказал отец. «С вами остается дядя Миша, Михаил Петрович. Слушайте сего, не шалите и делайте все, что он прикажет. Уроки не запускайте». Через час все сели в экипаж и уехали. До этого мне никогда не приходилось возиться с ребят. Я знал, что дети любят все приятное. Значит, надо сделать им что-нибудь исключительно приятное. «Дети», — сказал я внушительно, — «я вам запрещаю, слышали вы, категорически и без отнекиваний запрещаю вам в эти три дня учить уроки». Крик недоверия, изумления и радости вырвался из трех грудей. «Ой, я хорошо знал привязчивое детское сердце». В глазах этих милых мальчиках засветилось самое недовсмысленное чувство привязанности ко мне. «Будем жить в свое удовольствие», — предложил я детям. «Что вы любите больше всего?» «Курить», — сказал Ваня. «Купаться вечером в речке», — сказал Гришка. «Стрелять из ружья», — сказал Лёлька. «Почему же вы, отвратительные дьяволята, фамильярно спросил я, любите все это?» «Потому что нам запрещают», — ответил Ваня, вынимая из кармана папироску. «Хотите курить?» «Сколько тебе лет?» «Десять?» «А где цел папиросы?» «Утащил у папы». «Таскать, имеете, братцы, стыдно и грешно?» «Ну да, если ты уже оттащил, будем курить их». «Мы развалились на траве, задымили папиросами и стали непринужденно болтать». «А вечером, разложив у реки костер, хлопотали около котелка». Ваня ощупил сточную сарай петуха, а Гришка, а Гришка голый, только что искупавшийся в теплой речке, плясал перед костром. «Ко мне дети чувствовали нежность и любовь, граничащую с преклонением». «Давайте начать тут, предложил кто-то». «Холодно? Не простудимся?» «Нет, оживился Ванька!» «Накажи мне Бог, не простудимся!» «Пожиться и клясться нехорошо», — сказал я. «В особенности так прямолинейно. Есть менее обязывающий и более озвученный клятвий. Например, «Клянусь своей бородой! Проклятие неба! Тысяча громов! Тысяча небов!» — проревел в ответ Гришка. Трое суток промелькнули, как сон. К концу третьего дня мои питомцы потеряли всякие человеческие образы и подобия. Матросские курточки превратились в лохмотье, лица всех трех загорели, Голоса от ночевок на открытом воздухе грубили, тем более, что все это время они упражнялись в кратких выразительных фразах. «Проклятие неба! Какой это машинник?» «Думаю, папиросу! Что за дьявольщина! Мое ружье опять дало сечку! Дай-ка, Миша, спичечки!» К концу третьего дня моя владела смутная беспокоясь. «Что скажут родители по возвращению?» «Ничего, Миша!» — успокаивала меня Лёлька, хлопая по плечу. «Зато хорошо пожили!» Вечером приехали из города родители. Я ввел ребят в столовую и сказал им, «Милый мой, уезжая, ты выражал надежду, что я сближусь с твоими детьми, И они оценят общество моего нрава. Я это сделал! Вот, смотри, дети, кого вы любите больше? Отца осматриваю или меня? Тебя хором ответили дети!» Отчет снахмурил брови и обратился к маленькому Лёльке. «Так ты бы бросил меня и пошел бы за ним?» «Да!» — сказала Лёлька, вздыхая. «Клянусь своей бородой!» «Пошел бы!» Лёлькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом. «Спасибо, Матвей, теперь заполнено пространство в моем образовании Аркадия Верченко, теперь я намотал на ус и клянусь своей бородой, запомню автора и почитаю». Следующий участник — Дарья Полунеева, Даниил Хармс, «Плих и плюх». «Встречайте!» «Каспар Шлих, куря табак, нес под мышкой двух собак. Ну!» — воскликнул Каспар Шлих. «Прямо в речку брошу их!» Шлих ушел. Куря табак. Шлиха нет. «И нет собак?» Вдруг из леса точно ветер, вылетают Пауль и Петчер. И тот час же с головой исчезают под водой. Не прошло и двух минут, оба к берегу плывут. Вылезают из реки, а в руках у них щенки!» Пауль крикнул. «Это мой!» Петер крикнул. «Это мой!» «Ты будь плиха!» «Ты будь плюха!» «А теперь бежим домой!» Папа Петтих рядом с мамой. Мама Петтих рядом с папой. На скамейке сидя, в удар задумчиво глядя. Вдруг мальчишки прибежали и со смехом закричали. «Познакомьтесь!» «Плюх и плих!» «Мы спасли от смерти их!» «Ночь!» «Ночь!» «Луна!» «Не дует ветер!» «На кустах не дрогнет лист!» «Спят в кроватях Пауль и Петер!» «Слышим только храп и свист!» «Плих и плюх!» «Сидели тихо!» «Но услыша свист и храп!» «Стали вдруг чесаться лихо с громким стуком задних лап!» «Скучно!» «Без толку слоняться им по комнате опять!» «Надо чем-нибудь заняться, чтобы время скоропать!» «Плих штаны зубами тянет!» «Плюх играет с сапогом!» «Вот и солнце скоро встанет!» «Посветлело все кругом!» «Это что еще за штуки?» «Утром крикнул папа Фиттих!» «Мама, взяв его за руки, говорит!» «Не надо бить их!» «Англичанин мистер Хопп смотрит в длинный телескоп!» «Видит горы и леса, облака и небеса!» «Но не видит ничего, что под носом у него!» «Вдруг о камень он споткнулся, а прямо в речку окунулся!» «И тот час же плих и плюх! По команде в воду! Бух!» «Не прошло и двух минут! Убок берегу плывут!» «Вылезают из реки!» «Вот мой шлем и телескоп!» «Громко крикнул мистер Хопп!» «И прибавил!» «Это ловко! Вот что значит рейсировка!» «Я таких собак люблю! Я сейчас же их куплю!» «За собачек сто рублей! Получите поскорее!» «О-о-о!» «Воскликнул папа Фиттих!» «Рыз решить получить!» «Газ пошли! Куря табак! Увидал своих собак!» «Ну и ну!» «Воскликнул он! Сон ли это или сон?» «В самом деле! Как же так?» «Сто рублей за двух собак!» «Мог бы стать я богачом!» «Остался ни при чём!» «Спасибо!» «Рыз решила!» «О principio – чём ты мне спрашивала!» «Рыз решила!» «За собака нужна быть бладен», «Оправильно!» «За собака нужна быть бладен» «Во в тяпе!» «Сто рублей за структа!»